Еще шла война за Швецией, еще жив был Карл XII, ее монарх-воин, битый под Полтавой. А царь Петр I уже задумался о новом походе. И вовсе не в сторону Балтики, а совсем даже в обратную сторону, на юг, за Каспий, прямиком на Индию. В 1915 году в Персию было послано гигантское посольство Артемия Волынского, в 72 человека с откровенно разведывательной миссией. Сколько там городов, богато ли государство, силен ли Шах, его войско, тщательно ли или слабо в том все поступают, и не видят ли силу российских обычаях, и до которых мест по онным рекам мощно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая бы впадала в все море. Путь в Индию, особенно по воде, был отдельной заботой русского царя. В конечном счете, все для этого и делалось. Он мечтал проложить через Россию путь из богатейшей сказочной Индии, Персии в Европу. Для того же посылались и другие люди на восток. Особенно крупной стала вооруженная экспедиция капитана Бековича Черкасского. В Хиву ему тоже был дан наказ идти, примечая реки и озера, и описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной к Индии, тою или другими реками. Наконец, до Петербурга дошли первые ценные сведения Волынского. Он писал о персидской династии Сефивидов. Кто видел и мог приметить порядки и нынешнее состояние здешнего государства, то иначе и сказать не может, кроме всего, что самая воля Божия спеет к конечному падению сия монархии. Петр I окончательно утвердился в решении, как только покончить со Швецией, тотчас собирать большой поход против Персии, пробивать торговый путь к Индии силой. Зиму-весну 1722 года на Волге стали строить сотни кораблей балых и больших. Солдаты получили циркуляры о том, как вести себя в южном походе, как стричься, как пить воду, как беречься от зноя. В Казани и Ястрахани были собраны 22 тысячи пехоты, созывалась татарская, калмыцкая, казацкая конница. Это была гигантская сила по меркам всего Востока. В июле 1722 года официально начался персидский или закаспийский поход. Пока пехоту проводили на Северный Кавказ морем, по берегу ушла многочисленная конница. В августе состоялась обширная битва на реке Нчхе. Империи сопротивлялось несколько местных султанатов, но, конечно, без особого успеха. Пал Дербент, Баку перешел на сторону России. Наконец, в ноябре русские войска впервые вошли в Гелиан, персидскую провинцию. Сам же Петр в это время с основными силами был значительно севернее. Готовился к кампании 1723 года. Следующим летом заново пришлось утверждаться в Баку. Это и стало основной частью боевых действий 1723 года. Генерал Матюшкин склонил властью крупного города к смирению, когда после бомбежки стен с моря отправил в Баку обещание. Мол, если же они еще далее противиться будут, то при неминуемо воспоследующем взятии города никому никакого пардона ученено не будет. Царские войска заняли обширную территорию Западного Кавказа. Пехотные части были на севере, собственно, Персии, вдоль южного берега Каспия. Еще никогда армия России не заходила так далеко на юг. Ко всему прочему, Петр получил известие, что и Турция решила поживиться плодами русских побед и вошла в Персию со своей стороны. Оставалось только дожидаться, когда шахт пришлет дипломатов для заключения мира. Гигантское военное предприятие в такой доли порядком истощило казну. Поэтому император, хотя и был доволен действиями своей армии, с идеями пробиться в Индию вынужден был распрощаться. И без того персидский шахт пообещал передать России почти все завоеванное, в том числе экзотический южный берег Каспия. Правда, после смерти Петра Великого его наследники такие далекие земли поспешили отдать обратно.